Слово депутата 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 Мы строили 30-40 лет назад. Тогда в экономике стояли совершенно другие задачи. Тогда мы сливали дизельное топливо в посадке, тогда дизельное топливо стоило копейки. Экономика работала так, чтобы наоборот привлечь как можно больше людей, возились грузы по всей территории, было нормально. Сегодня мы должны думать о конкурентности нашей продукции. Потому что если мы сейчас зажмем рельсы так, и производителя в первую очередь, тогда он просто будет не конкурентен на мировом рынке. Что мы выиграем? Что пришло время сегодня опять отыграться на товаропроизводителей, которые и так платят за эти дороги. Куда деваются эти деньги? Поэтому вот как решить в комплексе этот вопрос? Только на законном уровне, с помощью законов. Я начал заниматься этим вопросом в декабре месяце. Сразу практически после того, как я избрался, стал народным депутатом. Я пошел в Мировой банк за приобретением опыта. Мировой банк очень часто финансирует в разных странах пилотные проекты и строительство дорог. Это затратные проекты. Поэтому подсказали определенное направление. Я создал рабочую группу и при Министерстве инфраструктуры с депутатами, с разных фракций, с разных комитетов. Эта работа заключалась в анализе ситуации, в предложении. Мы разработали законопроект, который в принципе должен создать фонд, дорожный фонд, который будет собирать деньги и целевым образом использовать эти деньги только на дороге. Но что сейчас мы даже не знаем, сколько мы собираем. В итоге мы получили законопроект, который мы зарегистрировали в апреле месяце. Я уверен, что это такой чувствительный вопрос и мы должны будем принять этот закон. Притом, так как он прописан, я считаю, взвешенно и устраивает и Министерство инфраструктуры, устраивает и фракции, и бюджеты, бюджетный комитет, и транспортный комитет. То я уверен, что мы этот закон примем еще до выборов. То есть в ближайшие несколько месяцев. А сейчас мы в принципе, на следующей неделе, мы будем рассматривать законопроект, который в принципе родился в Одессе, благодаря Саакашвили, который в принципе придумал такую схему наполнения или получения источника. То есть если мы наведем порядок в таможне, то все деньги, которые будут идти сверх плана, они пойдут на строительство дорог. Потому что проблема сейчас, нет денег в бюджетном фонде. Я зарегистрировал законопроект, который должен также работать по Николаевской области и один депутат из Херсонской области также. Почему? Потому что таможни взаимодействуют между собой. Можно растамаживать в разных городах. Третье направление, которое я считаю должно быть показательным, это пилотный проект, который в принципе позволит собирать деньги Укрзалезницы, Стивидоры, порт. Почему? Потому что порт не может развиваться самостоятельно без инфраструктуры, без подвоза груза. Поэтому мы с одной стороны, есть такая организация, как администрация морских портов Украины, она вот просто собирает деньги и у них нету никаких проектов. И деньги не используются. Просто сегодня в такой ситуации они находятся на депозите. Это преступление. Поэтому часть денег, которые вот Николаев заработал, да, вот они должны пойти на инфраструктурные такие проекты. Я хочу эти деньги внести по направлению Николаев-Днепропетровск, Николаевская область. Это город Николаев-Казанка, да. Это также заинтересованы и аграрии, также заинтересованы перевозчики. Но это должно быть комплексное решение, да. Вместе с Херсоном, вместе с Николаевым, вместе с Одессой. Но не только мы перекроем одно направление и машины начнут объезжать, да. Что мы выиграем? Ну хорошо, есть компании, которые в том числе и Небалон, да, обвиняют, что я лоббирую интересы Небалон. Да, Небалонов в принципе там не так-то много грузовиков. То есть компания выставляет цену с доставкой, все затраты считаются просто для производителя. Пострадает в первую очередь производитель. Но Небалон, компания, которая заплатила налогов разных уровней за прошлый год 320 миллионов гривен. Хорошо, давайте мы эти компании ограничим. Пусть заработают компании в Южном, пусть компании в Ильичевске. Что мы выиграем? Должен быть только комплексный подход. Если это будет логически, разумно, люди с удовольствием подтянутся, подхватят эту инициативу. Ведь смотрите, у нас волонтерство было рождено в Николаеве. И до сих пор оно работает, работает успешно. На тех же принципах мы сможем решить любую проблему. Только она должна быть понятна, объяснима. И она должна начинать работать. И убрать коррупцию. Вот это важно. Да, в общем, видно, что проблема еще далека от решения. Я вас в общих чертах понял. Завтра важный день для государства Украина. В парламенте должны голосовать конституционные изменения. Давайте сначала в общих чертах основные тезисы того, за что будет голосоваться. Децентрализация, я так понял, в первую очередь. Ну и ваш прогноз, будут ли эти изменения завтра приняты? Я уверен, что эти изменения будут приняты. На самом деле, я считаю, что мы сейчас находимся в историческом моменте в Украине. Потому что не так много вообще в истории праздных государств наступали моменты, когда монархи, президенты, правительство в целом передавали власть на места, отдавали власть. Это то, с чем мы сегодня сталкиваемся. Президент, будучи кандидатом в президенты, баллотируясь, он говорил о децентрализации. Я шел на выборы в партии блока Петра Порошенко и возглавляю эту партию в Николаевской области с лозунгом о децентрализации. Почему? Потому что наша страна накопила проблемы, которые сегодня государство просто не может их решить. Нам перестали давать деньги в долг и эти все проблемы вылезли. Сегодня, даже если мы и хотим заниматься популизмом, мы просто не можем. Источника нет. Что делать? В принципе, единственный путь – это передача этих проблем на места. Но кроме этого, даются еще и инструменты для решения. Вы знаете, я очень часто приезжаю на округ, и мне говорят, вот там президент плохой, потому что дороги нет. Вот там президент плохой, или премьер-министр, или вообще власть плохая, потому что больница не работает, нет финансирования. И у нас такой вот менталитет, это, кстати, тоже реформа и изменение менталитета. Вот нам нужно научиться решать проблемы самостоятельно, а не ждать, пока кто-то решит сверху. Что кто-то поменяет лампочку, кто-то приедет и построит дорогу. Нам нужно как раз вот на ближайших выборах, которые будут 25 октября, выбрать таких людей, которые будут на местах решать такие проблемы. И с больницей, и с дорогой, и с другой стороны, они смогут накапливать эти деньги. Эти деньги, которые будут взиматься в виде налогов, они будут оставаться практически от 60 до 80% на местах. Более того, вот общинам, которым будет передана власть, они будут наделены широкими полномочиями, и они смогут принимать решение об увеличении, либо уменьшении налогов, таким образом привлекая инвестиции. Но на самом деле, я уверен, несмотря на критику, несмотря на раскачивание лодки, что завтра этот законопроект будет принят. Потому что нужно 226 голосов, я уверен, что мы сможем это принять. В этом случае 226 голосов? Это первое чтение будет. То есть этот законопроект, он прошел, мы уже за него проголосовали, чтобы передать этот законопроект на рассмотрение Конституционного суда. Он одобрил. Есть поддержка Америки, есть поддержка Европы, да, есть понимание в аппарате президента, у депутатов. Поэтому я считаю, что мы должны решить и двигаться дальше. 301 голосов. Это уже во втором чтении. Во втором чтении, я думаю, что это будет уже после выборов. Да, вот, в принципе, так вот, анализируя ситуацию, прохождение, я думаю, что это будет уже после выборов. Но это целесообразно также, потому что нужно понимать еще, кому мы передаем власть, да, вот, и эти широкие полномочия. Вот. На самом деле существует две проблемы. Первая, это люди переживают и рассказывают небылицы о том, что мы узаканиваем особый статус Донецка и Луганска. Это неправильно, это неправда, да. Ну, вот этих районов, если бы точнее. Да, почему? Потому что на самом деле там ни слова не сказано. Да, мы говорим о том, что будут изменения внесены в Конституцию и будет прописано, как это будет работать. Не говоря непосредственно о каких-то регионах, да, то есть никакого особого статуса не будет. У нас сегодня уже принят закон, который говорит, в случае освобождения территории, в случае возврата до прежних границ, как будут проведены выборы. Вот и все. Да, то есть мы замыкаем круг. Раз. Второе. Мы должны выполнять наши договоренности. Эти договоренности соответствуют минским договоренностям, да. Поэтому Украина должна сделать все, чтобы показать, что с нашей стороны все выполнено, да. Тогда у нас будет и понимание, и поддержка мировой общественности, и это мы сможем сделать. Следующая проблема, которая существует сегодня, ну, миф, да, это о том, что никакой действительно децентрализации не происходит, а что как раз вот президент будет узурпировать власть через перфектов. На самом деле, вот перфекты, они не будут принимать решения финансового характера, да. Они не будут участвовать в распределении прибыли, решении каких-то вопросов. Единственная задача перфекта, это быть на страже закона, да, соблюдение законности на местах. И достаточно сложный механизм, который будет останавливать такие, например, как сепаратистские движения. Если сессия, например, принимает законопроект, который будет угрожать суверенности, допустим, Украине, тогда перфект сможет обратиться к президенту, президент может подать в суд, либо в Верховный Совет для рассмотрения и приостановки этого решения. То есть, на самом деле, это достаточно сложный механизм, который сейчас разрабатывается. Но основное звено заключается в том, что мы передаем полномочия. Вот и люди будут выбирать правительство, которое будет обязано непосредственно отчитываться перед ними, перед избирателями. Поэтому и должно быть нормальное взаимодействие и решение всех таких вот вопросов на местах, которые мы вот только вот до сих пор накапливали. И в том числе и дороги, да, потому что часть денег вот будет уходить на места, и дороги будут также переданы на балансы области, города, районов и так далее. Поэтому это часть вот такого комплексного решения вопроса. Вот одним из ваших тезисов сегодня было то, что в процессе децентрализации, конституционной реформы будет меняться менталитет. Я думаю, что менталитет в первую очередь меняется тогда, когда люди убеждаются, что власть не лицемерит. То есть, когда люди убедятся в том, что чиновник любого уровня точно так же, как они, следует закону. После этого люди станут верить, и может быть действительно менталитет изменится. Согласен. Что касается функции префекта, вот вы упомянули в частности, что он может каким-то образом, ну, по методике, но пресекать незаконные решения властей, он для этого, ну, местного самоуправления, он для этого должен быть либо юристом, либо иметь серьезный штат. Эти вопросы пока еще не решены. На самом деле, сейчас только этот законопроект разрабатывается, да, это достаточно комплексно, да, и, в принципе, есть два направления. Первоначально это был достаточно маленький штат, там, около, например, пяти человек, и, в принципе, функция была, как быть, как говорят, в старину ока государева, да, а вот, а также существует движение, которое, в принципе, ну, у нас любую идею могут, нормальную идею, да, перекрутить, сделать, ну, скажем, что-то не очень хорошее, да, поэтому... У нас полторы минутки. Да, поэтому, в принципе, я уверен, что мы увидим эти законопроекты и проголосуем это, все это мы сделаем даже до Нового года, да, то есть, единственный выход сегодня, это децентрализация, это тот механизм, тот поиск, который вытянет всю экономику Украины, потому что инициатива должна быть на местах, решение вопросов должно быть на местах, должны быть лидеры, мы должны найти лидеров на местах, дать им полномочия, и они смогут решить все проблемы шаг за шагом, и мы увидим это уже через год, через два, через три. Я в этом уверен. Поэтому я еду в Киев, я хочу поддерживать, и поддерживая президента и его направление. То есть, вы предполагаете, ну, вы, очевидно, и ваша политическая сила, и ваши союзники, что после местных выборов, ну, помним ты у нас, после местных выборов, политическая ситуация будет такова, что можно будет довести до конца. Конечно, я уверен в этом, да, потому что вариантов нет. Просто, знаете, вот люди, которые не согласны с этим, я говорю, пожалуйста, предлагайте любой другой вариант, обсуждаем, я только буду за. Но вот за год ничего не услышал. Вот это сильный инструмент, который мы должны взять в руки. Спасибо. Дякую всем, кто был с нами. Побачим вас в эфире. Побачим вас в эфире.